Об инклюзивном образовании, когда дети-инвалиды учатся или ходят в детский сад вместе со здоровыми детьми, в последнее время говорится много. Как это работает, узнала наша съемочная группа, побывав в Чебоксарском садике «Созвездие». Маленькому Сереже нет и трех лет. С самого его рождения мама делает все возможное, чтобы солнечный малыш не чувствовал себя в чем-то ущемленным. Ольга отдала сына в обычную группу детского сада и не пожалела. Занятия получаются логопедом, дефектологом, физкультурные занятия, занятия в бассейне, работа в группе с детьми, самое главное для наших детей, общение формальное, неформальное. Сегодня детский сад «Созвездие» посещает три малыша с синдромом Дауна. Кроме того, в саду действует группа ликотеки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это новая форма работы с детьми с ограниченными возможностями. Туда ходят дети с разными видами отклонений в здоровье. Их у нас около пяти диагнозов. И дети разного возраста. Они приходят кратковременно, то есть на три часа. Ребята с ограниченными возможностями здоровья ни в коем случае не должны быть ограничены в общении. До недавнего времени неходячие дети посещали бассейн только с родителями. Самостоятельно спуститься в бассейн или подняться не предоставлялось возможным. Проблему решили оперативно. В рамках реализации программы «Доступная среда» в детском саду появился первый в республике водный подъемник. Подъемники будут устанавливаться в детских садах, где есть бассейны и где функционируют группы, такие как ликотека, инклюзивные группы. Мы не будем останавливаться над тем, что мы имеем. Условия, которые создаются для детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяют им не только полноценно общаться со своими сверстниками, но и активно развиваться. Подъемник появился несколько дней назад, а дети и воспитатели уже успели оценить его преимущества. Подобного рода приспособления не только упрощают передвижение маломобильных детей, но и обеспечивают их безопасность в бассейне. Уже к концу этого года подъемники появятся в большинстве детских садов столицы Чувашии.